Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Опять, ребят, я один видос только посмотрела. Нечаянная прибыль. Закупили фруктов на две тысячи. Постелили новый персидский ковер в зале. Влог. Ну, про персидский ковер это вообще трешняк. Ну, давайте начинать сначала. Короче, продолжение в начале видоса. Значит, Нинкиных умных речей. Да, умничала, продолжала умничать. То типа там у Вовки какой-то друг, который перешел на другой режим работы. То есть он ночью дома спит, и у него там здоровье улучшилось. Там то ли давление, то ли что. И эта Нинка нам пытается доказать, что если высыпаться, то якобы здоровье прибавится, улучшится, и это никак не связано со жратвой. Ну, конечно, она же будет оправдывать то, что они там жрут бесконечно. Можно подумать, пиратка у нас спит. Ребята, она сама до утра сидит, потом до обеда спит. У нее у самой ненормальный сон точно так же, как и у ее фуфлика. Кстати, ребят, Вовка сказал, что его мастер по парикмахерским делам приглашает его домой. То есть на окрашивание. Ой, ребят, вы знаете, я тут вспомнила. Думаю, с чего это вдруг такое? Вдруг мастер приглашает Вовочку домой. И эта, слушайте, намылилась со своей острой лапшой, там еще с чем-то, якобы с подарочками, тоже якобы прется за Вовкой. А я, знаете, тут что вспомнила? Я вспомнила, что отзывы полетели же еще и на барбершоп. Вот так вот. И, видимо, пацанчик получил втык за таких вот клиентов. Хотя, на самом деле, при чем тут пацанчик? Ну, при чем тут он? Просто, видимо, он уже заранее их приглашает к себе домой подстригаться, дабы только они не появлялись в салоне, дабы опять кто-нибудь что-нибудь не написал. Ребят, это сто процентов. Да, я как раз-таки в чате у девчонок читала эти комменты по поводу парикмахерской. Ну, буду называть парикмахерская. Подстригаловка, как я еще люблю говорить. Ну, чтобы смешнее было. Так вот, ребят, все, теперь уже домой их приглашают. Ну, чтобы быть, наверное, таким культурным, да, он решил, что лучше пусть они ко мне домой придут, только на работе не появляются, дабы опять не написали каких-нибудь негодящих отзывов. Получается, что он же к нему приходит. И отзывы касаются, наверное, как-то его. Ну, вот правда, ребят, а было такое. Действительно, отзывы ужасные были. Практически такие же, как и на отель в Сочи. Ну, и дальше наши успешные поперлись до банка. Да, Нина так сказала, до банка. Чтобы снять денежку, переложить, наверное, куда-то. Короче, не знаю, лишь бы потрясти перед нами пятикупюровыми бумажками, чтобы мы обзавидовались, да, чтобы обзавидовались, завидовали и продолжали завидовать. Но это лишь только для этого. Ну, или опять, может, куда собираются дунуть. Кто их там знает. Ну, и, значит, заодно фруктиков, овощей перекупить и зайти на Валберис забрать ковер. Я-то еще, знаете, подумала, думаю, может быть, ковер спасет ситуацию у них в зале. То ли зал, то ли спальня, разве там разберешь, то ли кухня. С этим их шкафом не поймешь, то ли это кухонный, то ли он для коридора, то ли для зала. Ну, короче, вы меня понимаете. Думаю, ну, может быть, ковер и правда какой персидский красивый прикупили. Но когда я увидела этот ковер, ребят, мне поплохело. Ну, в общем, по порядку. Ну, значит, притащились они домой, накупили фруктов, овощей аж на две тысячи. Ну, это же, знаете, это же святое для пиратки, чтобы было что пожрать. Это главная покупка. А ковер так, второстепенное. Но Вовка не успел прийти, тут же развалился на кровати. Устал мальчонка. Совсем устал ходить туда-сюда. Привык уже несколько дней лежать пузом кверху. Вот и сразу не успел прийти, тут же бухнулся на кровать. И тут же мамка следом. Давай, вставай, ковер, давай распаковывай срочным образом. Ну, и, значит, дальше сама пошла распаковывать. Покупки показывает. И яблоки дорогие купили. И виноград. И хурму. И грушу. Вовка, говорит, любит грушу. Корми, корми своего лентяя и тунеядца, который только заглатывает еду. И больше абсолютно ни на что не способен. Потом будешь рыдать, разводиться и всё по кругу. Дальше опять кормить, возить в путешествие. И всё, как всегда, ничего нового не произойдёт. Так что, Нинка, ты за мужика и за бабу. Правда, за бабу это такое себе. Уже больше за мужика ты смахиваешь. А ещё хочешь, чтобы мы тебе завидовали? Да кто тебе позавидует, Нин? Ты что, злейшему врагу такого муженька не пожелаешь? Который только жрёт, спускает в унитаз и дрыхнет пузом кверху. И больше ни на что не способен. Нет, это уж ты себе бери. Нам такое счастье не надо. Даже за деньги, чтобы ты и приплачивали, то точно твою бы жизнь никто не взял даже попользоваться. Все фруктики перелапала, перецапала, перенюхала, пакетики поразвязывала и в свой любимый шкаф кухонный запихнула. Да, четырёхдверный. И знаете, как стала она возле этого своего холодоса? И точно такой же ширины, как холодильник наша Нинка стала. А говорит, что сто шестнадцать, сто шестнадцать. Нин, может, двести шестнадцать, а не сто шестнадцать. Ну, как так, чтобы быть одинаковой с холодильником? Ребят, как в анекдоте. Чтобы Вовка распаковал ковёр, она ему в рот запихивает мандаринки и приговаривает. Кусненько! Да, кусненько, Нина, кусненько. Давай сюсюкайся, сюсюкайся. Со своей головой семейства. Ну, правда, на голову он не тянет, а вот на хвост, на кончик хвоста, как раз-таки подходит. Ну, и, значит, распаковал Вовка коврик. Ребят, это не ковёр. Это какой-то как прикроватный коврик. Я даже не знаю, ну, в коридоре его у двери, если положить. Ну, никак не для зала. Это такая жмотина, что пожалела купить нормальный, хороший, красивый ковёр. Если уж покупать, неужели нельзя было раскошелиться на красивый ковёр? А купить – это какое-то недоразумение. И вообще, для чего нужен им там этот огрызок? Ой, а пиратка-то раскулилась. Какая красота! Как он хорошо подходит по цвету! Прям, слушайте, красотища неземная! Я глянула и думаю, зачем он там нужен? Наверное, чтобы ноги отпечатывались вонючие, потные на коврике, а не на полу. Но, ребят, правда, для чего нужен этот коврик там? Не понимаю. Уж вообще лучше без ковра, нежели этот какой-то огрызок непонятный. Ну, а дальше, ребят, картина Репина приплыли. На двадцатой минуте, понаблюдайте, когда Нинка сказала Вовке засунуть подножки, он залез в ухо, поковырял и потом всё это сожрал, что наковырял. Короче, засунул в рот. Снова жрёт. Снова жрёт то ли ушную серу, то ли что он ест, то ли жир, который у него там в ушах пособирался. Ой, ребят, я просто не могу. Это какой-то кошмар, то козявки, то ушную серу. Пиратка, накорми ребёнка, прекращай ты его морить голодом. До каких пор он у тебя и будет есть козявки? Это какой-то ужас. Нина бы ему своих уже наковыряла, что ли, если он у тебя такой голодный. Своих наколупай с носа до сушей и пускай лопает от души у тебя. Сидит, да, под какой-нибудь сериальчик и закидывает в рот. Вот, фу, короче, ребят, я не могу. Вот я прикалываюсь, а меня выворачивает. Я как это всё увидела, я когда вижу, когда он жрёт козявки или ушную серу, вот всё, я уже больше не могу просто смотреть. И это, ребят, до такой степени позорить мужика, чтобы показывать, как он ест козявки, ушную серу. Постоянно жмякает этого своего кузнечика. Ну, как так можно? Да даже, ребят, за деньги. Это же такое позорище. Ей самой, что ли, не стыдно, что она с таким живёт, что ей такое счастье досталось, которое жрёт козюли, потом её целует. Фу, кошмар. Да, ещё это вопрос, целует ли он её. Нет, ну мы иногда видим такие невзначай, да, поцелуйчики неохотные. Но это, возможно, только для съёмок. Ребята, вы посмотрите на пираткины носки. Это ужас. Видать, были белые, стали серо-буро-малиновые. Видать, и ноги вспотели, и неделю уже не снимает. Правда, так она пыталась их спрятать и не засветить, что засветила поедание ушной серы у любимого мужа. Короче, видос опять ни о чём. Ну, покупка очень уж прям дорогая. И такая красивая шунинка аж обалдела. Ну, что здесь скажешь, ребят? Ни вкуса нет у людей. Да и жадность одолевает. Это ведь, если покупать хороший ковёр, то, конечно же, и хорошие деньги нужно заплатить. А это как-то не входит в рамки пиратов по расходам. Потому что надо, чтобы холодильник был полный, а остальное можно купить по дешёвке. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.